Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Наша компания занимается продажей автомобилей с пробегом в городе Новосибирске уже более 15 лет. Изначально наш видеоканал задумывался как средство презентации имеющихся в продаже автомобилей. Однако со временем мы значительно расширили номенклатуру выкладываемых материалов. И сегодня на канале вы можете найти много интересной и полезной информации, в том числе и обзоры на автомобили, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных автомобилей, рассматривая их снизу на подъемнике. Так что если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем вам подписаться. Будет интересно! Ну а герой нашего сегодняшнего видеообзора это японский праворульный минивэн. Очень распространенный на вторичном рынке, очень популярный и очень уважаемый своими владельцами. Причем эту машину вы еще можете успеть купить без пробега по России. Встречайте! Honda Freed. Первое поколение. И по традиции в начале обзора пару слов о кузове автомобиля, качестве окраса и о том, насколько хорошо он сопротивляется коррозии. Подавляющее большинство Freed'ов в RDM Import поступают к нам на продажу без пробега по России. Что касается толщины лакокрасочного покрытия на Honda Freed, оно во многом стандартно для большинства японцев. Толщина лакокрасочного покрытия в микронах обычно колеблется в диапазоне где-то от 80-90 до 120-130 микрон. Само собой, у машин, изрядно побегавших по России, появляются сколы. Традиционно кромка капота, кромка лобового стекла. Однако, какого-либо развития эти сколы, как правило, не получают. И максимум, что можно найти на автомобилях с большим пробегом, это небольшой налет ржавчины. Скажем так, эксплуатационный. Каких-либо серьезных очагов коррозии и тем более сквозных дыр на этих моделях нам видеть не приходилось. Однако, этот факт не отменяет необходимость тщательно изучить свою будущую покупку на предмет состояния кузова. Хотя бы для того, чтобы понять, был ли автомобиль в серьезных ДТП. Данная модель встала на конвейер в 2008 году и продолжала выпускаться аж по 2016. Машина пережила два рестайлинга. Первый в 2011 году и второй в 2014. Гамма двигателей же разнообразием не блистала. Здесь был бензиновый полуторалитровый мотор мощностью 118 лошадиных сил, который мог работать либо в паре с вариатором, если машина была переднеприводной, так и в паре с обычным автоматом, если речь идет о полноприводном варианте. А также гибридная версия, которая появилась уже после первого рестайлинга. Мощность бензинового двигателя в гибридном исполнении была снижена до 88 лошадиных сил, однако в паре с ним работает электродвигатель, который значительно увеличивает крутящий момент и прибавляет порядка 13 лошадиных сил. Подобное сочетание позволило автомобилю практически не потерять динамики, но при этом стать значительно экономичнее в городском цикле. Конкретно наш автомобиль 2010 года выпуска переднеприводный обычный бензиновый двигатель 1,5 литра мощностью 118 лошадиных сил. Машина без пробега по России. Итак, переходим к обсуждению подкапотного пространства Хонды Фрид. Под капотом этого автомобиля вы могли обнаружить двигатели одного семейства. Это либо L15, если мы говорим о бензиновом двигателе объемом 1,5 литра мощностью 118 лошадиных сил, либо версия его же, однако адаптированная для работы в составе мягкой гибридной установки, которая носила наименование LEA. Данный двигатель представляет собой обычную рядную четверку с алюминиевым блоком цилиндров и такой же алюминиевой головкой блока. Из элементов, усложняющих конструкцию мотора, здесь можно отметить разве что позавращатель на впускном валу. Привод ГРМ на этих двигателях цепной, причем, в отличие от некоторых собратьев по автомобильному рынку, цепь эта не требует вмешательства практически на протяжении всего срока службы двигателя, а он здесь немалый. Ресурс этого мотора на практике порядка 300 тысяч километров, а в некоторых случаях даже больше. Единственный момент, связанный с эксплуатацией данного агрегата, заключается в том, что этот двигатель не имеет гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов. Соответственно, клапана необходимо регулировать вручную, и выполнять эту процедуру нужно раз в 40-45 тысяч километров. Также залогом долгой службы вашего L15 будет частая смена масла. Меняйте масло раз в 7-7,5 тысяч километров, и тогда ваш двигатель прослужит вам очень и очень долго. Самое примечательное в этом двигателе это то, что в отличие, например, от двигателей других производителей, к примеру, MR20 от Nissan, где на каждой третьей машине с пробегом за 100 тысяч вы обнаружите запотевание лобовины, каких-либо характерных болячек, мест утечек масла и так далее для двигателя L15 попросту нет. Большинству своих владельцев этот агрегат не доставляет никаких хлопот. Однако при осмотре понравившегося подержанного экземпляра все же не лишним будет убедиться в том, что двигатель сухой, нигде не сопливит, а также обратить внимание на периферию, на работу навесного оборудования и на целостность, например, патрубков системы охлаждения, которые от возраста имеют свойство высыхать. Что касается коробок передач на Honda Freed, как уже было сказано, коробка могла быть двух разновидностей. Это вариатор, который стоял на автомобилях с передним приводом и классический гидромеханический автомат, который ставился только на полноприводные машины. Однако Freed на полном приводе на рынке все же меньшинство. Такие автомобили изначально дороже стоят в Японии, их меньше и встречаются они реже. Соответственно, если вы будете искать себе Honda Freed, скорее всего, вы остановитесь на переднеприводном варианте. Что нужно знать о вариаторе Freed? Да, пожалуй, моментов здесь два. Первое. После покупки автомобиля лучше заранее загодя поменять в нем жидкость. Частая смена жидкости в вариаторе обеспечит вашей трансмиссии долгую и бесперебойную службу. Менять жидкость лучше раз в 40 тысяч километров с заменой фильтров. В данном случае в вариатор заливается фирменная хондовская жидкость, которая носит наименование HMMF. Что касается каких-либо характерных для данного вариатора неисправностей, по сути, можно отметить разве что выход из строя подшипника первичного вала, который проявляется в виде характерного гула при езде. Сам подшипник по состоянию на 2021 год проценивается в районе от 3 до 4 тысяч рублей. Однако основная доля расхода в данном случае будет работа по его замене, то есть снятие коробки передач и ее разборка. Однако даже в этом случае сумма за ремонт близко не приблизится к тем шестизначным числам, которые демонстрируют некоторые другие модели от прочих производителей. При осмотре автомобиля на подъемнике, конечно, в первую очередь обратите внимание на то, чтобы по низу двигателя и коробки передач не было никаких масляных подтеков. Особенно это касается стыка, собственно говоря, двигателя и коробки. На нем не должно быть никаких масляных капель и так далее. Но в нашем случае здесь все эталонно сухо. Также обратите внимание, чтобы у вас были сухими сальники приводов. На беспробеговых придах стечь сальников встречается не так часто, однако в нашей практике такие случаи были. Также, исходя из того, с чем периодически приезжают автомобили из Японии, это рулевые наконечники и рулевые тяги. Рулевая рейка на этих автомобилях электрическая. Какими-либо проблемами она особо не засаждает. И в случае выхода из строя ее будет намного проще и дешевле заменить на контрактную, чем заниматься ее переборкой. Что касается подвески, Хонды Фриб в данном случае она простая, если не сказать примитивная. И это хорошо, поскольку это обуславливает надежность и дешевизну в эксплуатации. Спереди здесь обычный Макферсон. И по большому счету, все, с чем приходится сталкиваться нам на автомобилях, которые приходят из Японии, да и то не часто, это рулевые наконечники и рулевые тяги. Вот эти моменты попадаются, мы рекомендуем их в замене. Однако большинство автомобилей Хонда Фриб все же выезжает с нашего подъемника, практически с чистой инспекцией, не содержащей ничего, кроме рекомендации замены масел. Также стоит отметить, что хоть в данном случае шаровые опоры у нас и не задумывались производителем, как сменные отдельно от рычага, однако все выпрессовывается. И произвести замену такого расходника, как шаровая опора, можно за очень и очень скромные деньги. Благо выбор дубликатных запчастей на эти автомобили достаточно обширен. Что касается задней подвески Хонды Фриб, то здесь все очень и очень просто. В нашем случае здесь обычная балка. По сути дела количество резинок в задней подвеске здесь минимально, и с ними практически никогда не бывает никаких проблем. Также при осмотре автомобиля снизу обратите внимание на состояние порогов и днища автомобиля на предмет коррозии. Как уже было сказано, в большинстве случаев Хонды Фриб еще достаточно свежие и каких-либо явно выраженных проблем не имеют. Однако не лишний будет убедиться в этом самому. Также при осмотре автомобиля не забудьте сверить номера двигателя и кузова с таковыми в документах. Номер двигателя на двигателе L15 расположен в эталонной доступности. Номер кузова выбит наверху моторного щита рядом с лобовым стеклом. Чтобы его увидеть, придется отодвинуть декоративную заглушку. Какой вывод можно сделать под всем вышеизложенным? Хонда Фрид и ее брат-близнец Хонда Фрид Спайк, который отличается от обычного Фрида оформлением передка, глухими задними стойками и тем, что бывает только в пятиместной спецификации. Очень простой по конструкции и надежный автомобиль, который совершенно не обременит вас расходами на свое содержание. При этом Хонду Фрид вы можете купить в различных исполнениях в том, что касается пассажировместимости. Эти машины бывают как со сплошным вторым рядом, и тогда официально автомобиль рассчитан на перевозку восьми пассажиров, по крайней мере по количеству ремней безопасности, так и в варианте, рассчитанном на семь мест. И в данном случае вместо цельного заднего дивана у вас будут два раздельных кресла. Эти автомобили очень экономичные. Полуторалитровый бензиновый Фрид в городе потребляет порядка 7-7,5 литров на 100 км пробега. Гибридная версия ест еще меньше. Там реальный расход около 5 литров. При этом объем салона и багажника на этих автомобилях при сложенных сидениях просто огромный. Поэтому, по сути дела, если вы смотрите для себя семейный, либо автомобиль, на котором вы планируете перевозить какие-либо объемные грузы по работе, то Хонда Фрид может оказаться тем самым безальтернативным выбором по своему сочетанию простоты конструкции, надежности, дешевизны в эксплуатации и пассажировместимости. Также, если вы владеете или когда-либо владели подобным автомобилем, проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть в чем нас поправить или чем поделиться с остальными, пишите в комментариях людям, которые выбирают себе подобную машину и сомневаются в выборе. Именно ваш комментарий может помочь принять верное решение. Ну вот и все на сегодня. Если этот обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Спасибо за внимание. Хорошего вам дня. Пока.